Я не слышу. Я не слышу. У меня не слышно? Для меня слышно. У меня нет ответа от участников, но я надеюсь, что не успею, поэтому я рада начать очередной дебинар в рамках проекта «Российская школа грантмейтинга. Разработка положения конкурсов и формы заявки на все обращательные». Я много лет работала в качестве юриста и работаю до сих пор в качестве юриста для некоммерческих организаций. И, соответственно, спасибо, спасибо, Алексей, что было бы хорошо, что я понимала, что это очень важно. Не очень понятно, что это или нет, но, тем не менее, я много лет работала в качестве юриста для некоммерческих организаций. И, в целом, рядом гранты дают организации и региональные федеральные администрации по разработке такой вещи, как положение Афонтики и формы заявки. Собственно говоря, я надеюсь, что мне нужно будет давать азы этого положения. А, очень тихо. Так? Сейчас попробуем организовать. Так лучше слышно. Так лучше слышно или нет? Громкость моего говорения как-то изменяется относительно вот так. Так слышно? Афон вот. Так. Так лучше слышно у меня микрофон? Лучше. Замечательно. Тогда мы идем дальше. Разработка положения о конкурсе и формы заявки на что обращать нельзя? За время своей работы я довольно много разработала разных положений о конкурсе и о региональных конкурсах, и для грантовых конкурсов разных некоммерческих организаций. И я хотела бы не останавливаться, может быть, на каких-то частных вопросах, а обратить внимание только на некоторые положения, связанные с разработкой положения о конкурсе и форме заявки. Но прежде чем я пришлю к этому, я хотела бы сказать о том, что разработка положения о конкурсе включает, на мой взгляд, следующие разделы. И эти разделы могут меняться не сами, но они касаются основных положений, связанных с разработкой любого конкурса, независимо от того, проводит его местная администрация, или речь идет о организации грантового конкурса, какой-либо бизнес-корпорации или как-то каким-либо конкурсом. Итак, положение о конкурсе. Общее положение. В разделе «Общее положение» обычно указывается соль и приоритет о конкурсе, а также правовая основа конкурса. То есть означает, что если приоритеты конкурса, конкурса на распределение финансовых средств, написанных в общем виде, то организация, которая читает раздел «Положение о конкурсе», понимает, что любая из некоммерческих организаций может обратиться на финансирование. Поэтому приоритеты конкурса должны быть расставлены, описаны достаточно честно. Что касается правовой основы конкурса, в этой части обычно указывается то законодательство, на основании которого конкурс объявляется и организовывается вся процедура конкурсного распределения. Это могут быть как федеральные законы, так, а чаще всего в разделе «Промывая основы конкурса» в положении о конкурсе учитывается региональная законодательство. Причем здесь могут быть поименованы как постановления, так и региональные законы. Наряду с этим речь идет о тех распоряжениях, которые касаются вопросов определения конкурсных комиссий, дат объявления конкурса и так далее. То есть все нормативные акты, которые принимаются на местном уровне и касаются данного грантового конкурса, должны быть. Второй раздел любого положения о конкурсе – это организация проведения конкурса. Соответственно, необходимо написать, кто проводит. Если речь идет о государственных структурах, то тогда в этой части организации проведения конкурса, когда описывается, кто проводит конкурс, указывается, какие полномочия есть у государственного органа или гипотамента, или какого-либо отдела. Не слышно? Так, лучше слышно? Слышно? Не слышно? Да, означает, что слышно или не слышно? Я не очень уверена. Слышно. Хорошо. Соответственно, полномочия у государственного органа. Кроме всего прочего, в разделе «Организация проведения конкурса» указывается, каким образом создается конкурсная комиссия. Причем, есть одна из довольно распространенных ошибок, когда уже в самом положении о конкурсе указывают фамилии членов конкурсной комиссии. Как правило, в разделе «Создание конкурсной комиссии» указываются принципы или, например, квотирование. Например, такое-то количество представителей государства, такое-то количество представителей некоммерческих организаций, может быть, разных типов некоммерческих организаций. Каким образом и чьим решением создается конкурсная комиссия указывается в разделе «Организация проведения конкурса». Дальше отдельный раздел должен быть посвящен к собственной конкурсной комиссии. Это достаточно серьезный раздел, который касается принципов формирования комиссии, количественного состава и подробного описания, как проводится заседание. Когда и каким образом, в каком виде передаются материалы для рассмотрения конкурсной комиссии, как часто она собирается и после заседания необходимо проводить действия. Четвертый раздел, довольно специфичный для каждого конкурса, конкурса «Организация проведения конкурса» – это участники конкурса. Это определяется тем организаторам, которые этот конкурс проводят. Причем важный момент является не перечисление участников конкурса, хотя это тоже в этом разделе указывается. А особое внимание в этом разделе участников конкурса должно уделяться тем организациям или тем представителям, чьи заявки рассматривать не будут и кто не будет принимать участие в конкурсе. Например, таких исключений в этом разделе, в разделе четвертом участников конкурса могут быть, например, политические партии, или религиозные организации, или индивидуальные граждане, соответственно, отдельные граждане, либо неформализованные некоммерческие группы. Разного рода исключения могут быть, потому что это зависит от приоритета конкурса. Нам сказалось, что этот раздел участников конкурса напрямую связан с целью и приоритетами конкурса. Нарезу с этим в разделе участников конкурса указывается достаточно четко та группа некоммерческих организаций, на которую рассчитан тотальный конкурс. Поскольку организация должна понимать, имеет ли она право вообще заниматься написанием заявок с целью. Раздел следующий положение – приоритетные направления конкурса. Собственно говоря, номинации конкурса. По-разному называют, по-разному положение. Большинство положений используют название направления конкурса. Приоритеты конкурса в разделе первом, в разделе общей положения – это в общих чертах описание, на какие цели преследует конкурс в целом, из каких направлений действует. Приоритетные направления конкурса – это подробное описание либо самих направлений, отдельное направление. Например, весь конкурс направлен на поддержку детских и молодежных организаций, какие проекты будут поддержаны, желательно, чтобы подавались от детских организаций и от молодежных организаций. Раздел шестой – порядок проведения конкурса. В этом разделе подробно описывается, каким образом и когда размещается объявление о конкурсе, в каких средствах массовой информации, каким образом происходит распространение этого объявления, а также описывается краска содержания объявления о конкурсе, что в нем будет указано. Кроме всего прочего, указываются сроки проведения конкурса, подача заявок. Когда речь идет о сроках проведения конкурса и порядке подачи заявок, необходимо предусмотреть, будет ли организатор проводить консультацию или отвечать на вопросы грантополучателей или заявителей на получение конкурса о финансировании. Будут ли проводиться консультации, где они будут проходить и кто их будет предоставлять. Можно ли получить ответы на вопросы в электронном виде, необходимо ли позвониться какому-либо телефону. Это тоже раздел порядок проведения конкурса. Допуск заявителя конкурса. Эта часть шестого раздела порядок проведения конкурса напрямую связана с участниками конкурса. Соответственно, если определенные участники конкурса, то в которой существует менее чем полгода. То есть это тоже указано. В каком порядке рассматриваются заявки? Шестой раздел, то, что будет написано в порядке рассмотрения заявок, должен соотноситься с разделом третьим конкурсная комиссия, как проводится заседание. Чаще всего бывают процедуры, в разделе третьим написано один порядок рассмотрения заявок, А в разделе шестом, когда уже речь идет о порядке проведения конкурса, порядок рассмотрения заявок может отличаться. Заявки тоже лучше. И последний составляющий порядка проведения конкурса – это каким образом будет объявляться итоги конкурса, как заявители узнают о том, что конкурс прошел, выбраны победители этих конкурсов. Седьмой раздел – критерии оценки заявок на участие в конкурсе. И, пожалуй, это один из самых важных разделов, которые интересуют заявители. Обычно критерии делятся на несколько групп. В первую очередь сюда относятся критерии, которые должны быть описаны достаточно подробно или хотя бы перечислены, которые касаются значимости и актуальность. Тех заявок, которые будут поступать на конкурс. Насколько проекты, предлагаемые на конкурс, будут значимы и актуальны для решения данной проблемы или для того или иного решения. Вторая группа критериев, которые должны быть уже перечислены, – это экономическая эффективность. По каким критериям будут смотреть, насколько эффективны составные бюджеты, как они соотносятся, предполагаемые расходы на реализацию проекта, как соотносятся с описанием этого проекта. Следующая группа критериев – это социальный эффективность. То есть все изменения, к которым приведут реализацию всех инвестиций. И последний критерий – это профессиональная компетенция в выявлении. Вот это для многих организаций, которые проводят конкурсы и распределения финансовых средств впервые, является одним из самых сложных вопросов. Каким образом определять профессиональную компетенцию в выявлении? Здесь есть несколько вопросов. С одной стороны, это может быть указание на определенное количество лет работы, если мы говорим об организации. Но довольно часто организация может иметь большую историю, долгую историю, исчисляющуюся не одним, не десятком лет, а тем не менее профессиональная компетенция у них будет не очень высокая. И тогда одним из критерий профессиональной компетенции заявителя указывают проекты, которые заявитель реализовал за последние несколько лет. Причем эти проекты могут быть указаны как за последние несколько лет, так и в частности профессиональной компетенции. Здесь может быть фигурировано требование, что организация должна указать, какие проекты, связанные с реалитетом конкурса, за счет своего руководства, которые реализовала эта компетенция. Чаще всего заявители реагируют на критерии оценки заявки участия профессиональной компетенции у них указанием разных научных званий, должностей, участников проекта, руководителей организаций и так далее. Здесь, к сожалению, нужно понимать, что наличие научного звания и многочисленных регалий у участников проекта не означает профессиональную компетенцию заявителя. Поэтому это раздел, к которому следует достаточно серьезно подумать и еще раз напомнить, что раздел профессиональной компетенции заявителя напрямую связан с разделом участников проекта. Требования к заявке на участие в конкурсе, об этом я скажу в последнее время. И последний раздел – порядок предоставления и использования конкурсных средств. То есть каким образом будут заключаться договоры, в какие сроки они будут заключаться, что включается в состав договора, который будет заключен с победителями, на какие цели могут расходоваться средства, это как раз тот раздел, где могут быть написаны ограничения по использованию средств. Например, средства, переданные в результате этого конкурса в распределении, не могут быть использованы на следующий поезд. И дальше идет указание перед этой поезд. Еще одна составляющая этого раздела – это контроль за целевым использованием средств. Это обычное требование организатора конкурса. Каким образом будет осуществляться контроль? На основании отчетов, будет ли финальный отчет, будет ли финальный отчет, будет ли финальный отчет, либо будет проводиться организатором конкурса, какие-то мониторинговые визиты, в организации или на мероприятия организации, а также будут ли, например, запрашиваться промежуточная информация о предстоящих мероприятиях, либо проводиться дополнительные опросы целевым группам. О контроле за целевым использованием средств в рамках курса вебинаров, которые ведется в российской школе гранд-менеджера, будет отдельное занятие. Я же хотела остановиться чуть более подробно на том, каким образом составляются приложения к положению окон. Обычно существует порядка пяти приложений, их может быть меньше. Я не встречала случаев, когда их было больше. В качестве приложения к положению оконкурса предусматривается форма занятий, по какой форме составляет порядка, форма мета или бюджета занятий, примерная форма договора, календарный план работы. Имеется в виду не когда организатор конкурса предлагает свой календарный план работы, а ту таблицу, которая должна быть заполнена как календарный план работы, в зависимости от того, на какой срок, в течение какого срока будет реализована ситуация. А также формы двух отчетов, программного и финансового. По каким разделам будет заполнен программный отчет, и какие статьи отчетные будут включать отчет финансов. Это такие приложения, которые являются приложениями к положению у конкурса. Форма заявки. Что касается формы заявки, общий порядок, общая форма заявки включает пять основных разделов. Заявление на участие в конкурсе, подтверденные формы, собственно описание программы, информацию о заявлении. Чаще всего это выписка изведенного в судах на реестре юридических сетей с полными сведениями о заявлении. Важен срок выдачи выдачи. Почему на это нужно обращать внимание? Потому что выписка может быть предоставлена за, например, более чем за три года до момента проведения конкурса. То есть организация может не работать, не быть действительной. Обычно срок выписки предлагается устанавливать, срок, когда это выписка выставляется из игрева, должен не превысать честность, чтобы подтвердить действующий статус, правильное наименование, с той организацией, которая является. Копия учредительных документов заявлений, копия отчетности представленных заявлением в органах юстиции обычно за предыдущие отчетности. Редкие были случаи, но все-таки были, когда копия отчетности требовалась занятий в суд. Кроме всего прочего, в состав заявленного участка в конкурсе может включаться и другая информация, в том числе дополнительная информация о деятельности заявлений, связанных с приоритетами конкурса. Например, довольно часто в качестве приложения к заявке многие организации требуют необходимое количество рекомендаций, либо описание результатов проектов или отчетов по проекту, которые напрямую связаны с приоритетами конкурса. Разделы заявлений. Разделы заявлений. Питерный лист, который должен включать название денежителей проекта, направление конкурса, по которому подается заявка. Это направление конкурса выбирается как раз из положения у грантов. Контактная информация. Включая контактное лицо для связи. Не всегда это бывают руководители организации и официальный электронный адрес. Это может быть персональный адрес, например, того, кто будет руководителем проекта. Указания руководителя заявителя, руководителя организации и руководителя проекта. Информация о том, кто является главным бухгалтером проекта в конституции финансовых лицах. Территория, на которой будет выполняться проект. Населенный пункт или ряд населенных пунктов, или областей, регионов и так далее. Сроки, в течение которых будет реализовываться проект. И показатели по финансированию тоже являются частью цельного листа. Обычно эти показатели бывают в виде запрашиваемой суммы. То есть сумма, которая покрывается заявкой, за которой обращается заявка. Та сумма, которую организации имеются для того, чтобы реализовать этот проект наиболитическим образом. И общее сумма. Соответственно, второй раздел заявки. Это обычная полная информация о заявлении. Тут появляются самые разные упреки. Специальные упреки являются просилами. Это может быть история организации. Опишите, например, опыт организации, связанных с реалитетами конкретного конкурса. Указания на то, какие сотрудники будут задействованы в реализации этого проекта. Вполне возможно, что организация не одна будет реализовывать проект. И тогда в разделе втором заявки необходимо указать, что исполнительные проекты, что их другие объявляются. А также реализованные проекты и мероприятия, если в этом есть необходимо. Третий раздел, основной раздел, это, собственно, описание проекта, которое может быть достаточно объемным. Поэтому обычно в описании проекта включаются требования об аннотации, о красном изложении описанным проектом. И начинается описание проекта всегда с проблемой. Какую специальную проблему будет решать конкретный проект? Цель и проекта, календарный план, результаты, что изменится, когда проект будет реализован. Соответственно, в части результаты указываются изменения ситуации. Также в описании проекта указывается полный, остаток участка, описается одна организация или несколько организаций. И какие перспективы есть у данного проекта, который подается на конкурс с точки зрения продолжения после деления финансов. Это важный момент, потому что большинство организаторов конкурса после деления финансов заинтересованы в том, чтобы не поддерживать так называемые проекты одновременности, чтобы проект не было продолжения. Четвертый раздел – это бюджет проекта. И завершается заявка обычно даты заполнения заявки. Это очень важная часть, поскольку дата должна совпадать с теми сроками, которые установлены как крайние для подачи заявки. Заверяются подписами руководителя организации и подписи главной руководитель. Ну и, соответственно, если говорить о заявке, это основные вопросы, которые я хотела бы осветить. И теперь, наверное, предполагаю вам задавать ваши вопросы по положению конкурса и по форме дела. Есть у вас вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это та часть, которая описывается в положении конкурса. И здесь будет основная вещь, чтобы максимальное количество участников приняли участие в том или ином конкурсе по распределению финансовых средств. Сейчас звук есть или он пропал совсем? Есть звук, очень хорошо. Ну, значит, просто нет вопросов, и тогда, наверное, мы на этом закончим. Здесь информация, куда можно обратиться за просмотром предыдущего вебинара, который проводила Марина Михайлова, и всех последующих вебинаров, которые есть. А также выписание вебинаров, которые запланированы на ноябрь и декабрь. Продолжение следует... Если вопросов больше нет, спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что та информация, которую я вам сообщила о положении конкурса и о форме заявки, была для вас полезной. Всего доброго. Продолжение следует...